Весенний Наринмар вместо радости первых солнечных деньков преподносит горожанам проблемы. Повсюду большие лужи, но если лужу можно обойти, то как быть тем, у кого лужи прямо на рабочем месте и работать приходится в резиновых сапогах? В мокром деле разбиралась Любовь Пермякова. Этой весной заполярная столица буквально поплыла. В сутки из подвала и зданий выкачивается до 15 машин. Но воды меньше не становится. Как устала весна, ну даже это было и зимой, да, постоянное затопление, которое на нижних этажах подвальных. В подвальных помещениях в антисанитарных условиях трудится более 15 человек. Бухгалтера, менеджеры, рабочие. Давно у вас такая подъема? Почти каждый день. Каждый день? Да, каждый день. В резиновых сапогах. Запах, конечно, тоже не очень хороший. Голова болит. Так вот, мы работаем, выхода нет. Работать надо. Страдают не только люди. Мебель и дверные полотна от избытка влаги разбухли. И все эти убытки ложатся на плечи предпринимателя. Анатолий Куриленко, собственник здания, каждый год решает одну и ту же проблему. Ввиду того, что центральная канализация городская по улице Ленина забита, колодец провален и сточные воды, особенно по весне, заполняют все колодцы и канализация городская не справляется с нагрузкой сточных вод и канализованных вод. Обращались мы, само собой, по КТС, собственнику сетей, в городскую администрацию. Но решения нет. То есть, по КТС своими силами не может понести такие затраты, чтобы поменять коллектор канализационный, потому что это дорогостоящая работа. По КТС, в свою очередь, направила письмо с предписанием об обязательной установке запорного устройства на выпуске канализационной сети, чтобы здание весной больше не плавало. Если подвальное помещение зданий находится ниже уровня магистральной сети канализации, значит, они регламентируют установку на выпуске задвижки с электрофицированным приводом. Ну, а если у них круглосуточное дежурство там есть где-то в подвале, то простую задвижку установить. То есть, вот на выпуске издания нужно просто-напросто установить задвижку. Это предписание руководство гостиницы выполнило. Но, по словам Анатолия Куриленко, ситуация это не спасает. Получается палка о двух концах. Любовь Пермякова, Владислав Носкин, Телеканал «Север».